Приветствую всех, друзья! Я комментирую давно обещанную игру с Asus'а. Наконец-таки её выложили. Это полуфинал Na'Vi против TR. TR — это команда PGG для тех единиц, которые это не знают. И сам PGG-шка у нас играет на Казе. Каза — это очень ситуационный герой, то есть она может в середине игры, её могут просто зафокусить в 3 секунды какие-нибудь прокастеры, а может она своими копьями, с трудом, агом просто изничтожить полкоманды. Так что надо ей хорошо играть, хорошо контролить, хорошо чувствовать ситуацию. Но и к тому же приветствуется помощь от союзников, которые защитят. Особенно, как я уже не раз повторял, хороша она с Дазлом. И за те 5 секунд успевает раскидать копья так, что врагам мало не покажется. А потом и так уже мана заканчивается, и терять Казу уже не так обидно, конечно же. Вот, ну мы видим, что у Na'Vi интересный пик, лич довольно стандартный для них, и Дэнди на нём играет, как обычно. Ну, Ахура, понятно, или Ахура на Винге. Здесь у нас «Люблю Настю», он же Artstyle. Играет на Дэви, не одном из своих любимых героев. Хвост на виндранерке, пойдёт на соло-линию. Против неё будет стоять ПГГшка. Интересно, вот давно не видел козу не лесную, так что будет на что посмотреть. Ну, здесь у нас УТР Таурен отдельно от бревна. Мы видим, вот бревно летает как-то. Какой-то, не знаю, законы физики не действуют на бревно этого Таурена почему-то. Ну, здесь у нас интересные всякие... А, кстати, за Таурена играет Драк-13, это олдскульный игрок очень. Ну, и здесь также у нас есть ЦМка, Разор. Так, ну, в принципе, про всех рассказали. Бист пойдёт на мид. Ну, и давайте начнём. Давайте смотреть, что и как. Ну, сразу надо отметить, что нету лейтов каких-то очень жёстких. В том плане нету Спектр, там, и прочие лабуды, там, не знаю, Дарк Рейнджерки. Ну, то есть, Дарк Рейнджерки. И, значит, игра будет... Такой основной экшен будет в середине игры. Никто не будет терпеть. Все будут стараться, естественно, победить в командных замесах в середине, а не избежать их. Видим, что Бистмастер на миде уже забирает первого крипа. Ну, в принципе, что сказать, самый такой серьёзный кэрри, конечно же, в этих командах, это у нас Девиан. Вначале ему стоять не так-то просто, потому что он всё-таки милишник. И если Разор добивается расстояния, то Девиан вынужден подходить. Ну, и к тому же ему сложно будет бить, когда Разор будет высасывать у него дамаг. Ну, понятно, что на миде я всё-таки через какое-то время должна восстановиться справедливость, так сказать, и тащить Бэтрайдер. Но почему-то Бистмастер же второй раз подходит, грамотно забирает крипа. Второй полуфинал, кстати, этого Асуса были ДТСы против Пауэррэнджерсов. Так, здесь фиссура от Шейкера. Закрыли Лича, но он пытается убежать, у него это получится, потому что он аккуратно стоял там с края в лесу. Но Шейкер тоже молодец, смог найти такую удачную позицию. У Артстайла три крипа уже вражеских. Их также три крипа у Бэтрайдера, что он здесь 0-0 у Хвоста, потому что его отгоняет фражеский Урса. Ну, это хорошая эстрада, то есть Урса поначалу сильнее даже союзника, к тому же опыта ему не надо, то есть опыт он не получает, не лишает основного героя. Так, и врывается у нас Артстайл, у нас, у нас, сказал я. Так, и Винга вынуждена отходить. Как-то непонятно, одновременно сразу застанили Разора. Хвоста вообще, бедный, бедного хвоста Медведь отогнал, но плюс сейчас, конечно, ему, что точка не отреспаунилась со вторым сильным Урсой, который может встанеть там и так далее. То есть максимум, что может захватить по ГГ, это коричневого парня. Так, ну, здесь нова от Лича, и Винга пытается обходить, хотят они сделать фестблат на Разоре, получает дамаг у нас. ДК все-таки начинает он замес, фиссура от Шейкера, хорошая, но она попадает только в Артстайла, снежок от Винги, но вы же отходите, так мало ХП, минус, минус Артстайл здесь. Пытается еще убить Лича, нет маны на фиссуру, поэтому Лич уйдет. Да, жестко, как-то хотели замеса и получили, но в итоге Артстайл не вечет, то есть можно его зафокусить. Ну и все грамотно делают, в принципе, с коржи, то есть сами не лезут, ждут, пока оппоненты подойдут. Ну и Разор постоянно подтачивает жизненные силы от Девиана. Ну, к тому же, есть ЦМка, которая регенит маны команде, первый левел, естественно, Аура. Так, ну, что у нас, 11 крипов у Бэтрайдера, 6 всего лишь у Бестмастера, но он может добивать только топорами, потому что Бэтрайдер должен его харасить. По крайней мере, сейчас вот собирается отводить крипов в Ахура, то есть Ахура не получилось у них замочить, поэтому они будут стараться хотя бы там отводами крипов не давать, получать опыт. Ну, грамотно сделал Разор, то есть он постоянно бил, бил, бил Девиана, и когда тут уже пошел в драку, у него было мало ХП. Вот сейчас Дэнди перед Артстайлом хорошо ударил, чтобы Артстайл нанес последний удар. Уворачивается от топоров Бэтрайдер. Ну, Гоблин у нас на Бэтрайдере, как вы понимаете, просто методом исключения, фактически. Так, видим, что здесь крип отвелся на Урсу. Ну, ПГГ хотел бы, чтобы эту точку замочили, чтобы захватить нового сильного крипа и снова давить на хвоста, но для этого надо тратить время, а у ПГГ его нет. Ну, точнее, можно потратить это время на что-то более приятное, потому что если он идет с линии, хвост получит слишком серьезное преимущество. А сейчас, тем не менее, хвост третий левел, ПГГшка пятый, но это все благодаря тому жесткому Урсе, а сейчас преимущество есть, конечно же, у ПГГ на линии. Так, ну, Бэтрайдер тут наполучал от Кабанов, уже вторую руну подбирает Бестмастер, ну а как ему еще добивать? Нужна мана на топоры, поэтому нужна заполненная банка. Харась от ДК, ну, сложно, конечно, когда ваш керри милишный, даже несмотря на то, что это толстый ДК, которого еще усилили в одном из последних патчей, все равно сложно им добивать крипов, потому что каждый раз, когда он подходит к мобам, он получает одну, две, три тычки. А то еще и кубик, а то еще и вообще что-то неприятное. И несмотря на регент первого левела, ну, то есть, эти каста он по одному, естественно, изучил. Дэнди спамит манной, у него, как сказал Антон, теперь КД порезали. Так, ну, размен по хп в любом случае не в пользу хвоста, потому что есть хилиалка у козы. Так, ну и сейчас пытался хвост чуть-чуть поближе подойти, чтобы копье козы не так много дамага нанесло. Ну, и к тому же здесь еще шейкер сейчас будет гангать, и это возможно для синтов как-то что-то попытаться сделать. Но уже крипы допушились до башни, поэтому под башни никак они оппонентов не заберут. Ну, а драк, я не знаю, драк позволит вообще хвоста выгнать из этих краев, но, к счастью, у Дриады нет захваченного крипа, поэтому башню она не снесет.